Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим оформление замещения во время отпуска в 1С зарплаты управления персоналом. Когда сотрудник уходит в отпуск, его функции могут быть поручены работающему сотруднику и оформляется это как совмещение или замещение в 1С. Рассмотрим подробнее оба случая. При совмещении в 1С сотрудник выполняет свою работу и работу ушедшего в отпуск коллеги в течение рабочего времени. В этом случае полагается доплата. Она оформляется дополнительным соглашением с письменного согласия сотрудника. Доплата устанавливается по договоренности сторон и может выплачиваться в фиксированной сумме, как разница между окладами и в процентах от оклада работника. Сумма доплаты облагается НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке. Замещение в 1С представляет собой временный перевод, когда замещающий сотрудник выполняет только функциональные обязанности отсутствующего работника. Работодатель составляет приказ на замещение. В этом случае работник получает зарплату в соответствии с выполняемыми функциями. Доход полученный при замещении облагается НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке. Итак, в программе 1С зарплаты управления персоналом оба вида начисления реализованы посредством документов совмещения должностей. Для этого делаются настройки в расчете зарплаты, настройка состава начисления и удержаний. На закладке прочие начисления ставится галочка совмещение временное исполнение обязанностей. После установки этой галочки становится доступен такой вид начисления, как доплата за совмещение должностей и исполнение обязанностей, в котором уже введена формула и все сопутствующие этому числению настройки. Так, мы сделали настройки, теперь попробуем оформить совмещение. Для этого мы заходим в кадры, все кадровые документы и создаем документ совмещения должностей. Указываем организацию, указываем дату, выбираем сотрудника, который будет замещать. Это у нас будет Рябинина Ирина Владимировна, бухгалтер с закладом 70 тысяч. Замещать она будет на период с 3 августа по 23 августа, то есть две недели в августе. И замещать она будет, можно указать фамилию сотрудника, обязанности сотрудника, можно указать должность. Допустим, директора замещает. Фод директора по окладу 100 тысяч. Можно также оформить расширение зон обслуживания, и здесь указать размер доплаты. И в комментарии уже указать, какие зоны обслуживания, что добавилось в обязанности сотрудника. Мы будем делать все-таки замещение, совмещение должностей, либо можем указать фамилию этого директора, то есть первую закладку. Если мы поставим галочку рассчитать фод, мы можем указать процент от фод директора, процент от фод бухгалтера Рябининой, либо разницу в фод. В таком случае у нас автоматически рассчитается разница и попадет в размер доплаты. Мы проводим документ, который мы сделали, и отсюда мы можем распечатать приказ на совмещение и распечатать дополнительное соглашение, которое подписывается работодателям и работникам. Теперь попробуем начислить зарплату за август. Заходим в раздел «Зарплата», «Начисление зарплаты и износов» и создаем начисление за август месяц. Автоматически заполняем его. И смотрим, что у нас получилось по Рябининой. Ей начислился ее оклад 70 тысяч и доплата за совмещение пропорционально отработанным, с замещающим дням. То есть в августе было 21 рабочий день. Она замещала директора в течение 15 дней. Ей рассчиталось. Сейчас мы посчитаем, проверим. Значит 30 тысяч делим на 21 рабочий день и умножаем на 15. Получается сумма, которую у нас рассчитала программа 21 428 57. Все правильно. Проводим этот документ. И все. Соответственно, выплата зарплата происходит. Выплата суммы для начисления производится вместе с выплатой зарплаты. Но в данном примере мы рассматривать это не будем. Поэтому на этом все.